верить это одно знать это другое и я думаю что то что вы сейчас услышите в ближайшие ближайший час очень важно поэтому как говорил михаил николаевич жеванецкий пристегнитесь а все остальное константин жигалов сделает для нас пожалуйста спасибо роман добрый вечер еще раз уважаемые слушатели курса гомеопатия для всех меня зовут константин и сегодня тема моего доклада это научное подтверждение эффективности гомеопатии по времени где-то 40 50 минут в план лекции мы поговорим о всех вопросов которые связаны которые крутятся вокруг научной базы гомеопатии мы поговорим о месте гомеопатии медицинской науки о видах медицинской помощи в связи с гомеопатией нам необходимо обсудить самые основные моменты с так называемой критикой гомеопатии потому что критика гомеопатии она обращается именно к научной стороне к научному подтверждению гомеопатического метода и разумеется мы с вами поговорим об основных институтах научно-исследовательских гомеопатии о доказательной базе и немножко тоже затронем тему эффективности гомеопатии при эпидемических заболеваниях за прошедшие 200 лет и в привязке к последним неспокойным двум годам нашей жизни вкратце буквально о себе в принципе роман меня уже представил изначально я врач кардиохирург очень много помимо хирургии занимался наукой публиковался в международных журналах и в гомеопатию можно сказать что вошел через научные ворота я сначала убедился для себя в эффективности этого метода на практике на себе на своей семье а потом ознакомившись с основными трудами классическими гомеопатическими обратился именно вот критики гомеопатии и проанализировав все обратился к научной базе и это получается что гомеопатия прошла в моих глазах через призму через мою призму прошла эту научную проверку я хотел бы сегодня поделиться с вами тоже этим если мы идем интернете что такое гомеопатия то скорее всего мы увидим что гомеопатия это лженаука это основной тезис наших критиков скептиков так называемых хотя это на самом деле не скептики а псевдо скептики гомеопатия это лженаука сегодня я постараюсь разбить в пух и враг этот тезис но я хотел бы чтобы мы говорили о гомеопатии не как о науке или а как лженауке я хотел бы чтобы мы говорили гомеопатии как отчасти медицины гомеопатия это медиа медицинский метод лечения если мы обратимся к определению слова медицина то в переводе с латинского это искусство искусство исцеления это лечебное искусство если мы поговорим о современных определениях медицины то это система практической деятельности и научных знаний целями которые являются укрепление сохранения здоровья то есть главным образом это практическая деятельность это превращение больных людей в здоровых и разумеется этот метод он разумеется медицина она также описывается научным методам но и если мы будем понимать что гомеопатии . нет сына то мы не будем пытаться доказывать нашим критикам что гомеопатий дал наука но тем не менее мы обязаны участвовать в полемике для того чтобы выжить для того чтобы йогопатия развивалась за того чтобы она с низкой миру мы должны участвовать полемики и от противного доказывать что гомеопатия та интже наука что есть научные данные о том, что гомеопатия эффективна. Так, сейчас прошу прощения. Если говорить о месте гомеопатии в медицине, есть разные методы медицинского воздействия. Ну, во-первых, это непосредственно интервенция в человеческий организм. То есть, механическая вмешательственная интервенция, такие как хирургия, интенсивная экстратерапия с использованием интубации пациента. Искусственная вентиляция легких, инвазивная диагностика, но также и химическая интервенция в организм на уровне антибиотикотерапии, химиотерапии и других тяжелых препаратов, которые оказывают влияние на организм, если не в первую очередь на анатомическом, но в первую очередь на физиологическом уровне. Это так называемая классическая медицина. Также существует субституирующая воздействие на организм, когда в организм поступают, то есть, даются пациенту, врачам, те или иные элементы, которые ему не достают, например, витамины, минералы, гормонотерапия, трансфузии, переливание крови. Если говорить о гомеопатии, то гомеопатия оказывает активирующее воздействие на организм. Здесь мы уже немножко позволим себе перейти на терминологию нашу, гомеопатическую, то есть, это активация жизненной силы, активация всех процессов внутренних в организме, которые участвуют в гомеостазе. И таким образом тяжело описывать влияние гомеопатии теми же научными методами, той же методологии, как и влияние на организм антибиотиков, других препаратов, как мы описываем, например, как мы проводим научные исследования в хирургии. Это очень тяжело сделать, потому что точки приложения совсем другие. Механизм и принцип действия гомеопатии совсем другой. Но, тем не менее, мы это делаем, мы описываем гомеопатию с научной точки зрения, и об этом мы еще раз поговорим. Но нам нужно понимать, что в гомеопатии есть своя терминология, своя методология, и нам в нашем сообществе гомеопатическом необходимо смена парадигмы для того, чтобы мы смогли создать какой-то более комплексный метод описывания гомеопатии с научной точки зрения, потому что не всегда получается это сделать так, как делают наши коллеги, когда речь идет о препаратах от гипертонии, о препаратах для разжижения крови и так далее. То есть все вот эти известные вам исследования. Для того, чтобы поговорить о научной эффективности гомеопатии, лучше всего сначала разобрать критику.